Всем привет! Добро пожаловать на канал Пустошь 2 и тест третьего патча, который совсем недавно вышел. Этот патч, помимо различных дополнений и фишек, которые предназначены для людей, у которых плохое зрение, добавил некоторые еще особенности. Кое-где там подняли массу амуниции, кое-где можно в Аризоне, допустим, встретить торговца, шанс встречи, ну и так дальше. Допустим, довольно интересно, это вот подняли опыт, награду за убийство ночного ужаса. Зачем убивать этого мелкого? Пусть себя развлекает. Ну и здесь такой вот огромный список, чего-то тут добавили, чего-то изменили, что-то переделали и так далее. Если будет кому-то интересно, можно выделить какие-то важные довольно моменты и как-то все это перевести, скомпоновать в такую вот интересную, скажем так, таблицу. То, что именно важно и нужно. А также исправили различные локации, территории, предметы, ну и так далее. Допустим, в Аризоне, в СХ-центре, меня очень многие спрашивали, где найти этот чертов посох фейковый, да, вот, блудстав, который валялся в тостере. К сожалению, этот тостер можно было найти только особым прохождением. То есть вам нужно было отключить, значит, там насос, потом убить этого синта, который там все это затеял. И при этом тогда вы могли попасть в комнату и там найти этот посох. Если вы прошли каким-то другим путем, вылечили там товарища, то есть принесли ему фунгицид или как-то хрень там называлась, не помню. Вот, то этот тостер, к сожалению, куда-то пропадал, исчезал и так далее. Ну, вот здесь вот говорят, что вроде будет уже валяться в подвале или как тут в центральном. И очень интересно, у меня прохождение как бы есть, то есть каких-то особых таких претензий у меня к самой Аризоне не было. Но когда я перешел в Калифорнию и у меня там была всего лишь одна локация, да, Голливуд, но я туда поперся. И, к сожалению, разработчики как бы придумали, что туда попасть невозможно, то есть пройти радиацию. Я все-таки через него прошел, значит, попал в Голливуд, собрал лучшее оружие и начал там выполнять квесты. Один из игроков зашел ко мне на канал и пытался там найти какой-то вопрос в одном из видео. И сказал, что это у тебя тут за говно, скажем так. Так, и я тут пришел посмотреть, кому фишки отдать, а у тебя баг, баг, одни баги. Скажи, ответить на это ничего не могу, ведь версия-то стимовская, это не какая-то пиратка и так далее. Такая была игра в том виде. Я попытался сделать какую-то там альтернативную концовку при соединении к детям новой цтедели, но тоже довольно-таки разочарован был тем видом, которым они сделали. То есть игра оказалась довольно линейна, то есть есть одна единственная правильная концовка, вам нужно добраться до конца и нажать на кнопку на той самой хреновой бомбе, чтобы это все разнести и компьютеры, чтобы подключались. То есть я и к красным скорпионом пытался тут, значит, тоже примазаться, то есть таким вот плохим рейнджером стать. Но что-то интересного не получалось, действительно. И как видно, здесь Голливуд вместе с Гриффин Парком совсем, ну, здесь внесли существенные такие изменения. Посмотрим, что получится. Итак, новая игра. Создаем персонажей. Значит, я предполагал какие-то интересных персонажей. Возможно, где-то взять Харизму, чтобы показать каких-то... Ну, многие спутники требуют именно вот, скажем так, высокий параметр группы, чтобы Харизма суммарная в группе была на уровне где-то переваливающем за 20. Но эти все спутники, они, ну, совсем никакие. То есть, если вы кого-то и будете брать в свою группу, то рекомендуется брать их исключительно из-за различных дополнительных способностей, навыков, их прокачивать. А ваш начальный отряд все-таки сделать именно бойцов, которые будут справляться с любыми заданиями именно в бою. Ну, много очень есть различных гайдов, есть информации. Я свои тут 5 копеек быстро вставлю и скажу, что важно. Во-первых, важно набор параметров очков действия под то оружие, которое вы будете использовать. Допустим, я буду использовать снайперскую винтовку. У одного персонажа будет... Двое будут со штурмовиками, с штурмовыми, и один будет с дробовиком. Впоследствии я его переучу на энергопушки, поскольку энергопушка в этой игре всего лишь одна толковая. Скажем так, это после прохождения Храма Титана вы получаете из тостера там обедненный уран. По-моему, и сдавая его Меркаптан, она подарит вам гамма-бластер. Читерная штука. Одна из самых лучших, по-моему, вообще оружия в этой игре. За очередь там под 300 урона выносит. Только, чтобы брони было побольше на противнике. Что хочу сказать. Значит, давайте, наверное, буду собирать и попутно расскажу. Первым будет у меня, допустим, снайпер. Что важно снайперу? Топовая винтовка стреляет и требует на один выстрел 7 очков. Выстрел в голову плюс еще 2. То есть очки действия должны быть в районе 9. Как очки действия получаются? Получается либо координация, деленная на 2. То есть за каждые 2 уровня вы получаете 1 очко действия. Либо сумма, сила, ловкость, точнее скорость и интеллект, деленная на 4. То есть вот сейчас у меня, допустим, 3. Куда бы я сейчас вот не добавил, как можно заметить, очки действия прибавляются. Так, далее. Важный еще также параметр, не боевой, это очки навыка за уровень. Рекомендую ставить интеллект на 4, чтобы за каждый уровень вы получали 3 очка навыка. И уже как-то прокачивали различные способности. Взломы, там взрывчатка, здесь очень много различных полезностей. И их использовать очень-очень часто вы будете. То есть стандартный у меня набор это вот так вот. Я качаю силу на 2, поскольку он немножко увеличивает, значит, переносимый вес и немного увеличивает жизни. То есть очки здоровья за уровень. Но как видно, на единичке 7, а если прокачать на максимум 12. Не так-то вроде и много. Но при этом вы убиваете кучу сюда, значит, атрибутов, да, вкладываете. И оно не отбивается. Да, вы там можете носить какую-то броню, но эта броня может одета быть и на такого персонажа. Она просто скорость бою понизит. Но это в конце уже не так критично. Значит, что еще важно? Это, понятное дело, инициатива. Чем чаще будет переходить ход опять к вашему персонажу. То есть чем больше он во время боя может участвовать. И что еще важно? Это скорость бою. Ну, скорость бою важный параметр именно для дробовиков. То есть, или для тех, кто будет качаться вначале дробящим оружием, там, вот такого плана, ножами или рукопашно. То есть вам нужно подбегать к противнику и какие-то наносить повреждения. Снайперу нужно 9. Значит, я качаю ему скорость на максимум. Получаю 7. Значит, так вот получается. У меня 8, 9. Есть. Отлично. И далее буду прокачивать восприятие, чтобы была хорошая инициатива. Снайпер у меня будет, допустим, ну, не знаю, кем тут взять его. Пусть будет таким вот веселым, добродушным, любящим, там, пообщаться с народом. Так, жополис и хитрожопа. Это два очень важных таких разговорных навыка. Жополис еще важнее. То есть, ну, хитрожопа от него, в принципе, не отстает. Ну, чуть-чуть хуже. Задира применяется очень редко. И он в некоторых случаях даже вредит, чем помогает что-то там. Ну, единственное, что если вы будете проходить хайпул, там вам отдадут оружие для снайперши. Вот. И в некоторых еще ситуациях там, ну, в основном он бесполезен. Так. Есть. С этим разобрались. Снайперские винтовки. Погнали дальше. Так. Называть я их буду из своих, значит, прошлого прохождения. Икскома. Так. Рулон обоев. 32 года. Вот так вот религия. Покуривать будет у меня. И будет он у меня европейцем. Так. Что-то тут случайно такое вот. Пусть посмотрим. Больше на техника похож. На какую-то бабу. На какой-то солдат. Ну, как-то не очень на снайпера. Так. Что еще тут? Так. Отлично. Сейчас мы уберем рюкзак. Так. Пойдет. И портрет ему какой-нибудь тут. Вот такой вот снайпер. Супер. Готов. Далее. Брат и сестра у меня будут, значит, штурмовиками. Так. Здесь два. Здесь вот так. Здесь убрать. Штурмовики требуют очень много очков действия. Поскольку топовая пушка. Один выстрел. Пять. Требует очередь, соответственно, семь. И неплохо было бы сделать очков действий где-то около двенадцати. Как-то примерно раскачать. Я возьму на максимум скорость. И координацию. Одиннадцать. За каждые десять уровней вы также получаете одну очку атрибута. И можете прокачать. То есть на десятом уровне он получит двенадцать. И дальше уже буду инвестировать или вкладывать восприятие. Как-то вот так вот. Итак, значит, штурмовую винтовку. И будет он у меня, наверное, взламывать замки и сейфы. Такой вот персонаж. Так, далее. То яма-то канава. Тридцать один год. Язычный. Так. Ничего не будет курить. И будет у нас тут азиатский. Так. Случайно. Что тут такого интересного? Ага. Ну ладно. Пусть будет. Так. И какой-нибудь портрет тебе. Так. Чтоб долго не думать. Далее. И брата. Тоже штурмовика. Здесь девять. Здесь вот так. Вот так. Здесь на двоечку. Здесь на максимум. Так. Интеллект. Есть такое дело. Одиннадцать. Штурмовая винтовка. И будет у нас заниматься взрывотехникой. И механикой, наверное. Как-то вот так. Далее. Так. Слам пусть будет. Что-то тут покуривает. Так. Ну-ка. Что тут интересного получится. Так. Боец. Рюкзак убрали. Тут мешать только будет. Супер. Портрет тебе тут. Какой-то. Вот этот. Есть. Так. И еще один. Мне нужен. Товарищ. Но уже с дробовиком. Который впоследствии станет энергооружием. Дробовики. Довольно интересная вещь. Поскольку бьют таким вот конусом. Задевая. Он как бы. Урон не большой. Большой. Но при этом если вы попадаете по двум, по трём противникам. То в сумме достаточно серьёзные повреждения. Вылетают. И ему не очень нужны очки действия. Но энергопушка топа вот этот гамма-бластер. Стреляет 6. Требует за выстрел. Очередь 8. То есть мне нужно 8 очков. Значит здесь я вот так же уберу. Прокачаю скорость. 7. Возьму вот так. И полностью сделаю его инициатором. Любой драки. Инициатива будет 8. Здесь всё окей. Так. И чтоб тебе такое взять. Очень важный параметр. Это вот этот зоркий глаз. И наверное медицину. Если у вас остаётся при распределении какие-то вот навыки. Можете что-то здесь не использовать. Медицина полезная вещь. Но вначале не очень. То есть обычными аптечками. Можно лёгко это всё тут лечить товарищей. Желательно прокачать зоркий глаз. Чтобы вы могли находить различные там предметы. Которые закопаны. Ну и так далее. Так. Да. Мне тут говорит что остались эти вот. Параметры. Так. И тебя возьмём. Есть. Так. Чуть постарше будешь. Что тут такое взять. Пусто. Ха. Без сигарет. И. Русская. Так. Ну-ка. Что тут интересного. Так. Вот каску мы снимем. Вот так вот. Рюкзак тоже нафиг. Есть. Отлично. Так. И портрет тебе. Какой бы тебе тут. По-моему вот такой. Окей. Так. Команда создана. Играть. Здесь я вот хотел сделать что-то тоже как бы интересное. Чтобы было. Но. Если выбирать рейнджера или полного задрота. Эта игра превратится в 100 серий. Я не хочу это затягивать. Это абсолютно не интересно. Поскольку. Эээ. Ну. Эта игра не просто. Решение каких-то там квестов. Каких-то заданий. Осмотр территории. И так далее. Это. Монотонная работа. По вскрытию каких-то ящиков. Чего-то там еще ползаний. И так далее. То есть. Ну. Это не совсем интересно. Это. Как-то. Хочется пройти игру. И показать что-то. Какой-то вот этот мир. Рассказать о нем. Значит. Или взять одного всего лишь персонажа. Ну. Как-то там. Почетверить немного. Взломать ему. Характеристики. Все прокачать. И пройти игру именно одним. Попробовать на каком-то из. Тоже тяжелых. Ну. Это тоже. Собирать опыт по крупицам. Где-то там. Выискивать каких-то противников. Что-то такое вот. Ну. Как-то. Не очень. Получится. Так. Тебе тут. Большую буквы назвать. Вот так вот. То есть. Я. Попытаюсь все-таки. Протестить этот вот патч. Что все-таки изменилось. Насколько игра стала играбельной. Пройти ее максимально интересно. Максимально быстро. Чтобы не было каких-то затянутых моментов. Ну. И рассказать какие-то отсылки. пасхалки. Надеюсь вы в чем-то мне поможете. Если кто-то будет смотреть. Или напишите в группе. Или в комментариях. Погнали. Так. Заставку мы уже видели. Так. Тут сейчас надо быстро разобраться. Кто тут. С чем тут. Ага. Вот хитрожопый. Так. Там трансляторы. Связаться. Сигнал. Вышка. Задира. Жаполис. Чуть-чуть опыта получает. Чуть-чуть опыта получает. Вы дошли даже по листу. Хорошо. Место. Так. Рассказывают им о локации. Это мы уже все знаем. Что нам. Пытался что-то там найти. Хорошо. Тузу не поверзло. Да. Забираем. Лопату. Побежали. Так. Кто у меня здесь. Ага. И восприятие я так понимаю у него на максимум. Да. То есть ты у меня товарищ будешь со всеми. Входить в контакт. Разговаривать. Привет. Так. Нас впустили. Почти повелся. Интересовать. Пообещаем конечно же. Получаем дробовик. Брекливый мул. Ну с ним лучше не ссориться. Немного патронов накидал. Супер. Так. Это все тебе. Это тоже. Бери в руки. Так. Заряжай. Отлично. Так. Поглядим что тут. Ага. Еще вот этот товарищ. Я так же буду проходить. Я делал видео отдельное. По поводу этого кода. 61.290. Да. Давайте книжки. Что там необходимое. Подружимся давай. И так далее. Поторговать. Так. Что мне здесь нужно. Фигурка вот эта. Сколько стоит? 65 копеек. Пока пропустим. Сейчас мы ее добудем. Так. Анжелка где-то там. Анжела здесь. Один из единственных персонажей. Который более не менее нормально. Прокачано. Скажем так. Так это. Использовать на себя. Одну использую. А остальные раздам там. Компаньонам. Которых. Приглашу в пати. Есть. Зоркий глаз. Среди черепов. На руках. Единственное сердце. Внутри его имя. Эйс. Что там за сердце. Что там за дети. Генерал. Клинок адский. Змей. Который тоже погиб. Значит. Что же там за кочи. Скорпионы. Что там за компьютер. Облака. Передачи. И самое интересное. Это вот это вот. То есть. Он больше шоферил для Фарана Брайга. Вегас. Такая вот интересная тоже фраза. Кто что-то кот Фаран Брайг. Так. Проблемы. Что же там за проблемы. Что за лагерь. Тоже рассказывают. Что эти адки сыны. Топиканы. Что-то там дерутся. Непонятно из-за чего. А могли бы тут. Железную дорогу. Железную дорогу. Привести в порядок. И. Помочь. Развивать уже. Как бы. Бла-бла. Всякое. И так далее. Что за кварц. В принципе мы с ней прощаемся. И она говорит что. Не против присоединиться к нам. Но. Нарушая приказ. Хорошо. Хорошо. Так. Добавить на панель навыков. Ты у нас тут будешь. Копать. Тельницей. Вот так. Нафиг. Есть. С этим разобрались. Начнем копаться. Так. Это снайперу. Это снайперу. Так. Еще попасть главное. Так. Батарейки. Которые мне. Нафиг не надо. Всякое барахло. Лады. Посмотрим что тут у нас. Так. Немножко патронов. Отлично. Ага. Синим таким подсвечивает. Когда-то были частью внутреннего убранства цитадели. Они были разрушены, когда рейнджеры выбили отсюда стражей. Так и не восстановили. Лады. Патроны это полезная вещь. Важная. Так. Хорошо. Этот товарищ нам даст книгу. Если мы ему принесем баллончик. Можно поторговать. Выторговать эту вот фигурку. Так. Торговля. Значит. Все какое-то барахло. С ними батарейками. Тоже нафиг надо. Так. Вот это. Библиотечные карточки. Какая-то вот фигня. На 28 наторговал. 37. Супер. Есть такое дело. Уже ни у кого ничего такого нет. Патронов совсем беда. Это сколько стоит? 200. Ого. Так. А винтовка? Тоже дофигища. Ладно. Это вам не раз пригодится. Итак. Теперь мы можем в группу брать животных. Козлы эти. Козы. Значит. Дают бонус к восприятию. Плюс один. Можно так вот глянуть. У кого здесь совсем беда. Или кого вообще прокачать. А вот ее бы прокачать было бы неплохо. Давай. Ты бери. Ставь. Так. Ну-ка иди там его. Развлекай. Надо сохраниться. Есть. А. Тут же, да. Еще ачивки же добавят. Что-то вот тут. Хорошо. Так. Ты, значит, забирай эту банку. Что это такое? Консервная банка. Барахло. Взять. Все. Итак, здесь мы все обыскали. Потопали наружу. Да, да, да. Итак. Первая локация. Радиовышка. Коменд, коменд. Диспетчером стал генерал. Так. Побежали. Так. Ну, воды хватает. Что это не проблема. Есть. Так. Как тут попасть. Вот. Подтвердить. Так. Ну, поскольку пока в группе нет медика, без розы тут будет тяжело. Нужно не подставляться. То есть подставлять Анжелку под удары. А самому там где-то прятаться. Что? Так. Где-то тут валялось это. А, вот. Куча кровища. Звезда. Ну, бери ее. Так. Получили опыт. И можно справиться с этими вот гадами. Так. Снайпер. Ты тут и сиди, наверное. Ты, значит, сюда. Ты сюда. С дробовичком где-нибудь здесь. Так. Ну, Анжелка идет развлекать их всех. Тут за кактус. Ага. Началась драка. Отлично. Отлично. Так. Дробовичок. Как бы так. На троечку давай сюда. Не достает. Может ящик, в принципе, раздолбать. Снайпер. Тут шанс вообще плохой. Давай вот в этого. Отличный выстрел. Конец хода. Так. 36. Маловато будет. На два она может отойти. Что с этим, блин, кактусом? Давай сюда. Да. Ух ты. Тут шанс уже получше. Есть. Супер. Так. Слишком далеко. О. На три может отлично сюда подбежать. И восемь всего лишь. Давай тогда засаду. Чтоб патрона не тратить. Сейчас посмотрим, что он там будет творить. Супер. Ха. Быстренько его выпилили. Заряжай. Заряжай. Так. Ты тут копайся. Ага. Тут сундучок. Так. Карточка. Патроны. Что тут поглядим? Оружия нет. Очень важный параметр этот. Вот. Находить именно оружие. Разбирать его. Потом все это продать на базе. Так. Прочный магазин нашла. Неплохо. Но он мне пока нафиг не нужен. Так. Что у нас тут? Ага. Просто. И наверняка там замок еще. Есть. Такс. Каких-то ям вроде нету. Ты тут обезвреживай. А ты открывай. Так. Это снайперу. Это тебе. Так. Старый револьвер. 4Д. Лады пока возьмем. Хорошо. Так. Нифига тут нет. Что пойдем на этих вот товарищей завербуем. Я за них еще опыт получу. Так. Так. Надо сохраниться. То иногда бывают какие-то глюки. Так. Ну можно здесь задиру использовать. Можно заплатить. А можно. Используя навык. Нужны люди вроде вас. За небольшую плату я смогу рассказать генералу. В твоих парнях. Получаем опыт. Товарищи согласились. Отлично. Драку. Избежали. И я за них еще и на базе там потом получу опыт. Или деньги. Ну там уже по выбору. Так. Надо тут эту починить. Кто тут у меня? Ремонт. А вот. Чини. Вы замечаете все ржавые блестящие скобы и царапины. Из-за чего вы предполагаете, что совсем недавно кто-то или что-то пытался наверх. Однако затем незадачливого верхолаза стащили на землю. Не дали залезть повыше. Так. Успех. Теперь мы можем прослушать эту запись. Трансляцию. Или как оно там. Кто там этот. Матвей. Чертов. Во всей Аризоне. Так. Да, да, да. Доберемся мы до тебя еще. Так. Забирай что-то тут. Валяется. Есть еще немножко опыта. Так. Ну, я знаю, здесь есть пещера. Но, к сожалению, пока навыка не хватает, чтобы туда залезть. По-моему, вход также здесь вот. Где-то. Так. Что у нас здесь? Немножко патронов. Отлично. Так, совсем чуть-чуть до уровня опыта. До уровня. Так. Вот эта нога. Синта или кто он там? Железяка. Чертова. Забираем. Можем позвонить на базу. А, что мы живы. Понятно. Про ногу пока нифига не расскажем. Так. Хорошо. Чуть попозже, значит. Я думал, опыта накинут. Что тут? Скрывай. Так легко все в начале. Потом. Ух ты. Снайперская винтовка нашел. Супер. В самом начале такой подгон. Забирай патроны, а деньги кому-нибудь. Так. Если сравнить, то урон получше, шанс на крит получше, вероятность поломки. А мы ее сейчас улучшим, чтобы не ломалось. Модификатор сюда. Есть. Так. Еще какое-то тут достижение. Держи. А эту будет в хлам превратим. Да. О, еще фонарик нашла. Так. А фонарик шанс попасть добавляет. Супер. Держи. Дальше. А он сможет применить? Да, можно. Два. У нее, по-моему, именно такой и есть параметр. Отлично. Есть такое дело. Так. Что еще здесь интересного? А, вот эта пещерка. Кажется, здесь тостер и... Этот... Статуя. Сейчас тут глянем. Да, вот тостер и статуя. Я ее осматривать, понятное дело, пока не буду. Соберу компанию, уже тогда пробегусь. В принципе, мне на эту территорию еще нужно будет потом разочек вернуться. Роботы обсядут. Так. Пошли уже гранаты. Отлично. Можно по жабе будет там закинуть. Так. Здесь мы все вроде собрали. Так. Что тут? Ага, вон. Сундук. Иди, вскрывай. Так. Аптечка. Доктор у нас ты. Это что за шляпа? Шлем с пикой. На продажу пойдет. Да, я здесь был. Значит, пошли в гости к жабе. Здесь, по-моему, тоже где-то есть сокровище или сейф скрытый. Но у меня не хватает пока никаких навыков. Заходим внутрь. Так. Где народ? Так. Где она там? Ага, вон ползает. Значит, так, снайпер. Ты вот сюда. Ты, уважаемая, где-нибудь вот здесь. Ты, значит, где-нибудь вот здесь. Чтобы их там не покусали. Анжелку мы тут подставим. И вот этого товарища тут в прикрытие. Отлично. Так. Какой тут шанс? 68. А у тебя? 93. Шмаляй. Бронячая газа. 60 хп. Так, слишком далеко. Значит, пока садись и устраивай засаду. Снайпер. Слишком далеко. Так, засада. Отлично. Так. Ну-ка, добей ее. 11. Маловато. Ну-ка, жаба. Промах. Попал. А, кровотечение. Хе, склеилось. Есть такое дело. Так. Тут всякого... Бесполезного барахла. Тут мин нет. Не забирай, значит. Ух ты. Это все доктору. А это все тебе. Хирургия. Пойдет Розе. Так. Ну, этого синта. Или то, что от него осталось. Можно наукой тоже тут обследовать. И тогда вы получаете, по-моему, детали синта. Там какие-то процессоры. Что-то такого плана. Правда, не знаю нафига. Но... Так. Лагерь кочевников. Открывается. Отлично. А здесь... Так. Страница из дневника. Покрыта засохшей кровью. Так что даже дату не разобрать. Одна строчка читается хорошо. Кто такой Матвей? Машины маслом и грязью. Кое-что можно прочесть. 10 августа. Прокинул пару стаканов с продавцом выжимки из лагеря рельсовых кочевников. Он хотел, чтобы и рейнджи... Сопроводили в размыто. Было неплохо с его стороны поделиться водой. Тоскливый наконец заткнулся. Но мы знаем уже, кто это. Мы его встретим и... Карта нарисована на грубой бумаге, покрыта жирными пятнами. Так, давайте. Железного человека. Не видели 15 лет. Принято. Хайпул, СХ Центр. Отлично. Так. Тарелка. Хайпул. Вышка. Синтетики. Ясно. Так, еще раз придется звонить. Держи доклад. Спасибо. Повышение уровня. Теперь можно немножко посмотреть, что получится. Так. Вот сюда. Тут пока ничего. Тут три механика. Пока ничего. Два. Зоркий глаз буду собирать. Тут пока вот так. Окей. Убираемся во своясе. Итак, детали мы получили. И у нас есть теперь выбор. Такой моральный. Что важно. Еда или вода. Вот в таком вот... Полуразрушенном, развалившемся, прогнившем мире. Вискарик попивают, ребятки. Так. Вроде нифига нет. Давай сюда. Ну и мы пойдем за продовольствием. Мурашки по спине. Черпобие эс. Ну почему ты не дал мне пойти с тобой? Да. От кого можно получить помощь? Так. Помощь это классно. Но... Теперь нам придется бежать на помощь. Посмотрим карту и отправимся. В сельскохозяйственный центр. Так. Что там с водой? Вот так еще. Более не менее. Не заделал. О. Нашли. Да. Напали на хай-пул. И тем временем еще растения напали на эсхо-центр. Там мутация какая-то произошла. Так, так точно? Отправлено счет неприятности. Оба мы не сможем, понятное дело. Но мы отправимся за розой. Давайте, побежали. А, тут еще один. Так, подтвердить. Итак, добро пожаловать. Да-да-да, ясно. Хорошо. Так, мы здесь немножко осмотримся. Вы знали, что... Ага, местный тут. Помогите. Опухший. Вы знаете, что изначально эти катапульты должны были стрелять арбузами. Правильно было бы назвать их арбопультами. Вот эта вот штука стрелять арбузом должна. Хотя... Такие арбузы, как здесь... О, так. Так, поглядим, что тут. Над ее уничтожением потрудились звери. Так. Так, ты, значит, что у нас тут? Копай вот здесь. А ты так осматривайся. Это все тебе. 20-ти мегабайтный винчестер. Кстати, очень многие... Я предполагал, что все-таки найду это вот барахло на этой локации. Значит, многие приписывают эти слова. Такой жесткий диск вам точно не понадобится. Именно Билла Гейтсу. Но... Как можно заметить, Билл Гейтс, по-моему, это... Не говорил эту фразу. Эту фразу ошибочно приписывает господину Гейтсу. Да, вот, если в Вики цитатник, посмотрите, здесь есть несколько его различных таких фраз. Которые тут подтвержденные даже. Из различных источников, из каких-то тут журналов, из его выступлений, ну и тому подобное. Так. Хотя я, конечно, могу и ошибаться. Дальше. Так, вскрываем постепенно. Так, аптечку тебе. Это тебе. Так, что тут? Так, помповый дробовик. Но у меня он такой есть. А у кого там дробовик, кстати? По-моему, у нее он и есть, да? Сейчас сравним. Значит, 14, 18, 52. Два заклини, 12 метров. 12 метров, 7 патронов, пробитие 1 брони. Вообще фигня. Разобрать его нафиг. Да. Вот детальки, это полезная тема. Так, это посмотрим, что там Розе надо дать. Потому что она своим этим шипом просто убивает всех. Когда еще и начинает паниковать там. Так. Кстати, тут ничего не осталось. Кстати, Z можно тут подсвечивать это все. Какие-то предметы. Можно заметить. Автомобиль. Тоже довольно интересный экспонат. Если смотреть, то это, по-моему, отсылка к фильму. Такому вот. Безумный Макс. Называлось. Можно посмотреть на эти вот грузовики. Примерно вот так вот он выглядел. В самом фильме. И если сравнение, то есть вот эти вот люки на цистерне, да. То есть очень-очень похоже. Он, правда, такой здесь довольно зловещий. То есть морда какого-то волка, зверя такого плана. Так. Назад. Вот. Но сходство какое-то есть. Я, к сожалению, не смог найти именно той картинки, которая бы соответствовала этому грузовику. Кстати, про этот вот Мэд Макс. Еще вот его автомобиль. Вот этот вот V8. Он довольно часто встречается в игре. Одина из таких вот машин стоит в лагере рельсовых кочевников. Там недалеко. Значит, вторая такая же, по-моему, стоит в этом... Значит, в тюрьме. Вот. И если посмотреть, то это фильм, который был снят в 1979 году. В ролях еще Мэл Гибсон, молодой Мэл Гибсон, снимался в нем. Очень интересный такой фильм в Дизель Панк. Такой вот довольно интересный, скажем так, жанр, да, фантастики. Который говорит о том, что это базируется на технологии уровня 20-50-х годов. То есть, да, это... То есть происходит какая-то катастрофа в мире, и все застреют... Все технологии будут на уровне вот этих вот годов. Также к этому фильму можно вот заметить, что механик из фильма Безумный Макс, да, назвал эту машину последним из V8. Эта фраза встречается тоже в игре. При осмотре автомобиля, по-моему, вот так вот оно и переводится. И если смотреть еще, тут интересные факты, то в первых двух частях серии компьютерных игр Fallout герой может носить кожанку без рукава. Где она тут? Вот она так выглядит. Наверняка многие играли в Fallout. Первый, второй. Очень часто все бандиты и так далее, именно любили вот такие вот кожанки. Так вот они ходили. А также, начиная с сентября 2010 года, в пустыне Мохаве, на юге штата Калифорния, проводится трехдневный фестиваль на тематику Безумного Макса. Называется Westland Weekend. Вот такая вот отсылка. Вот здесь вот портрет. Ну, не мог я найти именно вот такой вот автомобиль. Но я тоже могу в чем-то ошибаться. Если вы знаете о каких-либо локациях, предметах, или каких-то персонажах и тому подобное, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я хотел сделать, ну, такого вот, такого плана прохождения. То есть, рассказать немножко об этой игре, об истории. Как здесь это было задумано. Что-то интересное такое. Я думаю, это гораздо лучше, чем просто, как я многие некоторые смотрел. Точнее, значит, прохождение. Ребята забегали на какую-то локацию, всех убивали и так проходили. Ну, по-моему, это, ну, совсем никак. Зачем столько этих квестов? Зачем столько персонажей? Ну и так далее. Ух ты. Патрушки тебе. Это тебе. Это все тебе. Так. Игра, она ведь настроена на то, чтобы, как бы, чтобы игрок не просто бегал, там, что-то убивал, вот так вот, бездумно пройдя ее. Это интересно пройти и, как бы, вот, понять, что же здесь все-таки задумывали, что здесь включили такого интересного. Так. Доклад. Держи доклад. Спасибо. Так. Я вначале еще хотел сделать такое вот плохое прохождение. Всех убивать, но, блин, тоже. Как-то я посмотрел, ничего абсолютно не дает. Можно там устроить просто геноцид на базе рейнджеров, да, убить Варгаса и так далее. Но это, ну, игра просто заканчивается на этом. То есть вы уровней не будете получать. Станете рейнджерами-изгоями, присоединитесь к красным скорпионом, и игра на этом закончится. Такая, ну, как альтернативная, да, такая концовка. Так, что там у тебя? Трибуты. Науки. Три. О, сейфы можно скрывать. Короче, берем. Так. Так, надо сохраниться. Что тут у нас? Ползают разные твари. Значит так, снайпер сюда. Ты, товарищ, сюда. Ты, товарищ, сюда. Анжелка по центру. Анжелка по центру. И это и в прикрытие. Так. Ну-ка, садись тут. 96. Шмаляй. Хорош. Encounter begins. Раньше было это переведено все-таки на русский. Кстати, можно подчетырить. Давай-ка сюда. Он получает прибавку к шансу попасть. Ого. Круть. Так, далеко. А, эти мухи сраные. Они настолько противное создание. Плюются какой-то дрянью. Летают через полкарты. О, одну выпилили. Конец хода. А ну-ка, снайпер. Критом. Отлично. Попал. Так, кто там ходит? Ты давай тут засаду устраивай. Чтоб патроны не тратить. Пусть сами бегут. Но это в красной зоне. Тоже не очень. Получаются такие засады. Тут идет потеря точности. А вот с дробовика тут. А, шмаляй. Тут патрона много. И есть. Конец хода. Снайпер. Добьешь? Думаю, да. Эх. Так. Добивай. Сиди в засаде. Конец хода. Конец хода. Чтобы патроны не тратить. Их очень мало. Поскольку два штурмовика. Точнее, три. Их прокормить в плане патронов. Очень и очень тяжело. Так. Ты за саду. Отлично. Все гады склеились. Так. Что у нас тут? Ага. Полезная вещь. Смолы. Глазки. И так далее. Ну, благо здесь есть торговец. Так что мы это все ему продадим. А вот это вот будем копить. И уже будем использовать базе. Так. Вот здесь какие-то ништяки были. А. Товарищи можно тоже апгрейдить. Держи доклад. Так. Спасибо. Что тут получилось у нее? О. Зоркий глаз. Отлично. Берем. Так. Пойдем поглядим. Так. Сундук. А. Яму. Нашла. Так. Ты копай. Это снайпер. Так. Патроны. Тут вот. Давай тебе. Это все тебе. Так. Кто там взлом? Отлично. Просто. Так. Так. Это. Это. Плакат. Хорошо. Получается как? Если атрибут, да? Помогает избежать ловушек. Клоняться от атак. Взламывать замки. И метко стрелять в цель. Но взламывать замки. Вот я хотел еще сказать. Это полный бред. Я тестил это. У меня был один. Немного. Как бы. Было координации. И баг был в Голливуде. Где Раджи стоит на кладбище. Он там давал за прохождение квеста. Книгу. На взлом замков. Я. Ну там немножко по 4. Скажем так. И. Приперся к двери. Тестил. И. Что есть координация. Что ее нету. При. Одинаковых навыках. Все это легко взламывается. Персонажем. То есть. Ну. Как то вот так вот. В описании это есть. А. На самом деле. Это не работает. То же самое с удачей. Я. Что это тут. Ага. Там что-то закопано. Не видно нифига. Где тут закопано. Так. Ну тут немножко барахлаб. Продадим. Так. Что там они. Нашли у меня. Так. А. Вот мухи. 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 Так. Ты сюда. Так. Ты сюда дуй. Есть. Так. Начали. 71. Небольшой только шанс. О. Далеко тут что-то стоит. Так. Дробовик. Пока. Конец хода. Снайпер. 58. Маловато будет. Промазал. Давай шмаляй. Есть. Все. А нет. Что. Встраиваю тут засаду. Так. Давай добьем. Блин. Ай-яй-яй. Ха-яй. Ха-яй. Ну ладно. Рано или поздно. Ее все-таки убили. Так. Их всего лишь две. Так что можно бежать в атаку. Пока вот так. Снайпер. Пока нифига не видит. Хороший шанс. Промах. Есть. Так. Пока конец хода. Да. Ёлки-палки. Я уже жду. Не могу дождаться, когда они будут ходить. Вот так вот сиди тут. Так. Ты тут. Садись. 69. Неплохо. Есть. О. Наконец-то. Мега-личинка. Так. Ну и все. Тут можно выпиливать. Есть. Заряжай. Собирай. Пять всяких фекалий. Так. А с козы ничего не осталось? Замок и ловушка. Легко. Сохрани все. Есть. А что там за замок такой? Просто. Отлично. Так. Этот сейф мне не вскрыть. Нужна будет роза. Чтоб помогла. Это тебе. Это все тебе. Так. Так. Это тоже будем розе потом сплавлять. Так. Боеприпасы тебе. Такие. Блин. Держи. Не мешалось это все. Так. 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 Ничего вроде больше нет. Находит замок. Так. Ого. Правда. По-моему. Выбить можно. Четыре. Четыре. Средний. А, ничего. Мы раскачаемся. Сюда еще вернемся. Двери-то с этой стороны открыты. Так. Может тут что-то закопано. А, типа, с холмихи затмевает солнце. Так. Вроде тут нифига нет интересного. Ага. Вот яма. В тенечке спрятана. Так. Это тебе. Это все тебе. Так. Ну с этим разобрались. Пойдем помогать товарищам. Придурки обзывают нас. Так. Вам там помощь нужна? Действительно. Если вы их уберете. Окей. Спасибо. Заходим внутрь. С.Х. Центр. Итак. Ага. По-моему, портрет добавили. Хотя я могу тоже ошибаться. Помидоры убийцы. Мэтт. Мэтт. Роза. Ой-ой-ой-ой-ой. Ученые. Фермеры. Поля. Мониторы. Ёлки-палки. Уже полис. Да пошли вы ищите сами. Так. Где она находится? Ладно, хорошо. Все тоже не важно. Растения задушили эту черную атену минут 20 назад. Выходить на связь не могут. Она в теплице. Вход в западной части коридора. Спасибо. Так, отлично. Открыли, значит, ворота. Журнал обновлен. Какие у меня здесь доступные сейчас задания? Это подключить ретрансляторы к двум вышкам. Восстановить работу спутника тарелки здесь нужно. Остальные части дневника на базу звезду. Это такое дело. Подключить систему орошения. Тем самым остановить распространение инфекции. Лекарства от инфекции, поразившие эсхат-центр. И образцы гремучих плодов. Ей потребует 10 фрагментов. Хорошо. Принесем. Приказал нам найти деталь робота. Мы ее нашли. И, конечно же, скоро отдадим. Но это будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok